Привет, ты крут и классный раз, зашел на Ясен. Меня зовут Юрий, и мы с тобой продолжаем играть в бога войны. В прошлый раз мы пришли в Хельхейм, прибыли и исправили свои ошибки. О каких ошибках я вообще веду речь, если ты не понимаешь. Предлагаю тебе посмотреть предыдущую серию, она была очень крутая. Так что, беги и смотри. А если ты смотрел, значит, мы продолжаем с этого места. Погнали. Нам нужно выбраться из Хельхейма. Дела мы здесь закончили, можно возвращаться. Я так подозреваю, что здесь есть какая-то штука, которая ждет меня, да? И мне нужно бросить копье с какой-то точки. И перелезть туда. Там, как мне кажется, есть какой-то ништяк. Я подозреваю. Ну, может, я могу быть неправ. Но почему-то мне так кажется, что все-таки там что-то есть. И стенд, давай. Опа. Штенц. Вот, смотри. Здесь цветок. И что? Думаю, это души цвета. Ага. И что? Все? Не понял. Только что было какое-то побочное задание. Что? Что я пропустил? Кстати, начнем мы эту серию с чего? С того, с чего мы начинали предыдущую серию. А именно, нам нужно кое-что сделать. Я пока... Я эту серию записываю подряд с предыдущей. У меня сегодня поднятое настроение. Я думаю, почему бы не записать, правильно? Я вот что обнаружил. У нас есть новый щит. И называется он щит резни. Он намного лучше. Добавляет защиту и удачу. И еще защиту и удачу. И руны немного страдают. Но ничего. У него есть такая вот супер атака. Просто напролом тарана будем брать врагов. Смотри. Он просто блокирует все атаки. Я думаю, полезная будет штука. Хорошая. На расстоянии бить как раз. Просто великолепно. Потому что иногда я использовал щит каменной стены. Мы, когда мы бились с этим червяком, с этой собакой, скрещенной с глистом. И не мог я ударить по хвосту, потому что не хватало расстояния. Здесь щит резни просто будет бежать на проломе. И нам, я так думаю, не придется как бы высчитывать расстояние до противника. Он как бы будет добегать до него автоматически. И поэтому предлагаю тебе его выбрать. Также я хочу с тобой сейчас взять и прокачать Атрея. Потому что мы долго не занимались его обучением. Например, вот здесь. Смотри. Атрея время отривания выпускает усиленные стрелы. Это то, что нам нужно. Он сейчас очень слабо бьет. И нам нужно, чтобы он был сильнее. Поэтому давай его прокачивать. После того, как Атрея быстро выпустит три стрелы подряд, над его головой поможет появиться значок квадратик. Если вы нажмете эту кнопку, Атрея выпустит град стрел по цели. Прекрасно. Прикольно. Но давай попробуем этот. Звуковые взрывы, вызванные Атреем, обладают влечением радиуса действия. Проклинающие стрелы, вызванные стрелами печати, вызванные влечением радиуса действия. Выстрелы из звука время от времени наносят увеличенный урон. Вот это мы и качнем. И вот это, кстати. Это не хватает, да? Качнем вот это. Проклинающие стрелы. Мы проклинающими стрелами стреляем намного чаще, чем звуковыми. Кратце не будем прокачивать, потому что что-то я хотел потратить очки опыта на что-то более полезное. Так, можно возвращаться. Никаких здесь ништяков больше не спрятано. Не спрятало у меня здесь ничего. Так, опять что-то, непонятно что. А ну, падла. Не попаду. Плохо. Так, малец, куда идти? Да, Атрэй, ты где? Ты куда пропал? Алло? Сынышка! Сын! Дорогой мой. Нам нужно эту херню как-то открыть. Или это опять баг? А, привет! Чё ты... Чё ты меня не зовёшь? Малец, ты чё? Ты что, с ума сошёл, что ли? Ну вот, открыто. Может, заморозим ту шестерёнку печатями? Это было бы прикольно. Но как? Она полностью закрыта. Я вижу. Не дурак! Всё понятно. Так, а ну подожди. Вот, теперь нормально. Давай, крути кратц. Крутите барабан. Попадёшь? Пойдём! Всё, погнали! Погнали и быстрее, пока не разморозилось! Беги! Если богиням судьбы нельзя верить, что тебе да и всё. Если это касается тебя, я не могу рисковать. Так, Хрёсвельг. Кто такой Хрёсвельг? Могучая Хрёсвельг. Пожирательница мёртвых, створившая ветра. Не первый, не последний из тех, кого называют Хель. Со временем Первых Морозов этот титул населия 9 правительниц, однако власть Хрёсвельг оказалась самой долгой. Когда же она закончится? И как? Свержением или добровольным отречением? Мёртвые смотрят и ждут. Хорошо, Хель. Господствующая королева мёртвых. Королева царства мёртвых, в котором мы сейчас находимся. В котором на минуточку я раньше был, кстати. В игре 2018 года. Куда-то побежал Трей. Что-то там было интересно. Так. Стой. Опа. Ого. Ого. Подожди, стой. Не понял. Ты видел, какая штука здоровенная? Какой-то орёл. Почему здесь все такие здоровые? Пасы какие-то очень высокие. Почему все какие-то огромные? Так. Ага, это нам нужно сюда возвращаться. Где что-то ещё есть? Вот, смотри. Как минимум здесь есть сундук. И как максимум я хочу взглянуть на этого здоровенного попугая. Кто это такой? Так. На этого попугами не хочется смотреть. Он там летает. Никогда по нему не попаду. Это очень сложно. И не хочется. Я уже их столько пропустил, что я уже не надеюсь закончить побочное задание. Там сколько? 47. 47 воронов Одина нужно завалить. Так. Давай посмотрим. На какое-то опять побочное задание. Кто это такой вообще? Что это? Ого, это Хрёсвельк. Вот так выглядит богиня мёртвых. Гнездо Хель. Ого. А почему она ворон? А ну, привет. Ку-ку. Она говорит, что осталось шесть, и что нам не стоит ждать благодарности. Их вообще не должно было быть. Она права. Что? Кого шесть? Не понял. Мы поговорили с Орлицей, которая правит Хельхигем. Когда в прошлый раз я дрался с Хранителем Моста, она следила за мной издалека. А, теперь выпустив Гарма, мы создали шесть разрывов, ведущих в Хельхигем. Хрёсвельк недовольна, но она не выглядит нашим врагом. И это хорошо. А, вот как. Ага. Она следила и ничего не сделала. Вот так. Типичный босс. Ничего не делает. То есть начальник. Смотрит, как плебей там что-то делает. Что-то работает. За гроши. Сама стоит и... И в хуй не дует. И похуй. Вообще. Осталось шесть. Это прикольно. Это прикольно. Я бы закрыл... Я бы закрыл... Просьба. Вернуть молот. Это я знаю. Путь воссоединения. Труды. Потерянные страницы. Поручение. Карта сокровищ под радугой. Артефакты. Артефакты. Подношение Фрейя. Один из шести. Нужно как-то будет заняться... Я вот... Что думаю? Как-то взять и записать серию побочных заданий. Просто проходить с тобой побочные задания. Так как я их на фоне прохожу, можно, в принципе, как бы выделять некоторые серии на побочные задания и вместе их проходить. Это будет весело. Это будет весело. Кстати. Почему бы не записать эту серию сейчас? Что скажешь? Мистические врата засыпало. Сейчас. Давай, руби градус. Класс. Красота. Еще. Р-2. Хренакс. Великолепно. Что с тобой? Я опять становлюсь собой прежним. Злобным. Недоверчивым. С тобой сейчас и тогда. Я... Я оттолкнул тебя. Без тебя... Без тебя... Я безрассудия. Самонадеян. Я совершаю ошибки. С чего я вообще решил, что справлюсь один? Ты был прав. Нет. За это время ты... ...стал настоящим воином. Достойным своего имени. Это я. Я был не готов. Ты не должен быть, кем был, лишь потому что я не рядом. Договоримся. Я буду в мыслях обращаться к тебе, когда ты не рядом. За советом. И ты делай так же. Ладно? Я должен знать, что без меня ты будешь в порядке. Атрай. Извини меня. Не извиняйся, отец. Стань лучше. Идем домой. Все, что написано, можно перечеркнуть. Помнишь? Пророчество не должно решать за нас. Тогда мы сами определим свою судьбу. Вернуться домой к Синдре. Но после такой сцены, просто душераздирающей. Просто как бальзам на душу. Отец и сын. Вот это круто. Особенно, когда батя может произнести слова... Извини меня. Прости. Это... Это, блин... Очень сложно. Иногда для некоторых людей просто нереально нужно через себя переступить. Через такую грань перейти. В своей душе. В своем сердце найти эти слова. Потому что иногда люди просто... Просто... Короче. Погнали. Итак. Я... Что хотел? Я хотел с тобой пройти побочные задания. Но, видишь, нам батя не дает. Что ты хочешь сделать, прежде чем вернуться? Сперва заберем Мимира. Потом расскажешь, чему научился в Асгарде. А потом будет видно. Ты правда относишься к нему как к брату. А что, Фрей? Она теперь тоже живет с нами? Направив свой гнев на Одина, она поняла, что у нас не общие интересы. Я пытался убедить ее в этом, но... Когда это? А, до того, как я сказал тебе, где был ночью. Вот как. Она же меня не убила. Я и молчу. Так, хорошо. Погнали, заберем Мимира. Посмотрим. Будем мы проходить побочные задания или пойдем сразу по сюжету. После такой сцены мне просто хочется дальше по сюжету пройти. Ну что, у вас здесь все нормально? Не скучали? Мы вернулись? Все в порядке? Как все прошло? Лучше. Лучше не бывает. О, как хорошо-то! Старине Гарму конец ведь, так? Да. Вроде. Атрей, ты хочешь пойти в Асгард, несмотря на все, что он сделал? Этого мне не понять. Но я очень надеюсь, что ты вернешься с чем-то полезным. Я тоже надеюсь. Я знаю, что Один задумал. Вот что волнует его больше всего. Больше Рагнарёвка и вообще. Это маска. Ай, ну говори, чё это такое. Ха-ха-ха-ха. Нет. О, нет, Мими. Маска реальна. Работа не великана. И лишь немногие из них видели ее в грезах. Они не знали, откуда она, но верили, что она поможет раскрыть тайны мироздания. Это Аракул. Нет, гораздо больше. Представь, что ты один владеешь бескрайним знанием. Это то, почему Один пытал меня. А ты что скажешь? Узнаешь? Нет. Этой идеей он не хотел со мной делиться. Я вот что скажу. Даже когда Один не лжет, его намерения ложны. Так или иначе, мы не можем отвлекаться на это. Наша цель Хеймдаль или нет? Мы перепишем судьбу по-другому. Тогда я вернусь в Ванахи. Раз мы не будем сражаться с Одином, я помогу брату свергнуть его. Мы придем к ней, когда сможем. Отец, я хочу изучить свои заметки насчет маски, придумать какой-нибудь план. Но если ты куда-то отправишься, я с тобой. и послушайте, простите меня за то, как я отсюда ушел. Вы ведь знаете, я бы ни за что не причинил вам вреда. Ну, если ты способен нечаянно превратиться в медведя, то всякое может случиться. Так, вы меня простите? Конечно, Атрей. Мы знаем, что ты это не со зла. Синдри? Я прощу тебя. Со временем. Ладно. Уже что-то. Ну, Урана вроде зажила. Быстро-то. Раз уж мы говорим об ошибках, я надеюсь, что вы простите меня за бездействие во время нападения скитальцев. Какие бы взгляды на насилие у меня ни были, они не должны влиять на мои действия, когда ваш дом подвергся угрозе. Особенно со стороны нежити. И все же я взялся за щит, а не за меч. Ты правильно указал мне на это, друг мой. Если подобное произойдет снова, я буду готов. Хорошо сказано. Надеюсь, так и выйдет. Я тоже надеюсь. Пока это просто слова, увидим, что будет в действии. Но я думаю, что это не просто слова. Все-таки он что-то и сделал. Доступное улучшение для Левиафана. Это я мастерски делаю. Это я знаю, Брок. Ты вообще крутой пацан. И с Индри тоже заебись. Рубленное серебро. 143 штуки. Откуда оно берется вообще? Так ты цел. Чтоб меня свалить, кучки вонючих костоедов будет маловато. Или вы чего ждете? Что я замотаю голову тряпкой и буду старательно страдать? Меня вообще-то ранил медведь. А мне, скорее, подладил. Чуть голову не оторвал. Так. Хорошо. Давайте улучшим Левиафан, которым мы никогда не пользуемся. У нас всегда клинки в деле. Клинки в деле, кстати, да. Рукоять жестокой мощи. И так. Лучше, кстати, создадим их, да? Лучше, чем мы отправимся к Фрее. Подумай, нет ли у тебя неоконченных дел в других мирах? Парнишка был бы рад помочь. Конечно. Мемир говорит дело. Он намекает на то, что мы хотели сделать изначально, пойти на побочные задания. Так и сделаем. Сначала сделаем вот что. Так. Сначала сделаем вот что. Можно улучшить. Так. Рукоять императрицы. Неплохо. Так. Что здесь? Прием кружащий хаос. Нелыми наносят увеличенный урон. При захвате глушеных колокольчиков. Так. Давай улучшим. Раз. Прекрасно. Клинки императрицы. Еще. Прекрасно. Клинки императрицы. Охренеть. Давай дальше. С ума сойти. Сглузду съехать просто может. Копье Драупнер. Тыльник олимпийской мощи. Ого. Подрыв брошенного копья дает умеренный шанс зависящий от удачи сетспротивления и взбивания с ног. Прием выпад гоплиты и украшительной фаланги. Бег Р1 быстрее углашает врагов и дает шанс. Прикольно, кстати. Давай. Пусть он будет использовать. Конечно же. Даже и улучшим сразу. Прикольно. Зашибезно просто. Бег Р1 Р2. Да-да-да. Хорошо. Прекрасно. Особые предметы. Чары. Так. Добродетель Мидгарда 1. Ставить Амулетик Драсилья. 2. У нас серебра просто жопой жуй. Невероятное количество. Хорошо. Охренеть. Сколько их здесь? Мощь Хельхим. Честь Хельхим. Вроде бы все сеты будут готовы. Но у нас гнезда сломаны и в них пока что нихрена не вставить. А пареньку? Ты смотри какой прикольный статуэтка. Аааа. Так. Хорошо. А, нет. Подожди. Плохо, плохо, плохо. Подожди. Плохо, потому что почему? Потому что вот почему. Наплечники мудрости мани силами сила страдает. Нехорошо. Потертые кири салунды. Кстати. Можно будет, можно было, можно, можно улучшить. Вот. Здесь у нас и руны, и удача сразу. Ого. Ого. Так. Давайте, значит, будем использовать его. Рекупашные атаки, парирование и блоки дают высокий шанс зависит удачи и нанести дополнительный урон и отправить врага, тем самым снизив его. Отравить врага, да. Одного из видов каратаса при каждом ударе. Умерение зависит. Хорошо. Я не знаю, что выбрать. Я не знаю, что выбрать. Что выбрать. Что выбрать. на грудник. Неплохо. Так. Давай вот это вот возьмем. Потому что он по статистике или нет. Блин. Хрен его знает. Да. Давай улучшать лунду и все на этом. Удобно. Удобно. Конечно. Ты в ней был одет. Так. Браслеты. Лунды клац. Так тебе ничего не оторвут. И еще. Вот это крутяк. Она немного вид поменяла. Она немного вид поменяла. Прикол. Даже с улучшением еще меняется внешний вид. Вообще заебумба. Самоцвет игросили. Не получится. Нет у нас его. Все. Создали все, что можно было. Доступен опыт. Его можно потратить. Потратим. Подожди. Мы с тобой. Забыл Мимира. Как можно было забыть брательника своего? Нереально ведь. Так. Куда-то белка пропала. Куда он делся? Ты давай звони. Дело есть. Нужен начальник. Звони в колокольчик. Ааа. Давай. Иди сюда. Че хотел-то? Мастер Крадос? Что тебе надо? До меня дошли сведения, что Нитхек повержена. Кто это сделал? А кто это сделал? К сожалению, теперь, когда у них нет модели для подражания, маленькие негодяи скоро займутся непотребствами. И со временем эти непотребства могут привести к полному уничтожению девяти миров. Чтобы избежать подобного исхода, я прошу вас принести Линдвурмов сюда. Полагаю, я смогу стать для них достойной заменой отцовской фигуры. Сейчас они, вероятно, прогрызают дыры в девяти мирах. Изловите их с помощью этого устройства и принесите мне. Обещаю, в накладе не останетесь. То есть, ты хочешь сам их вырастить? Конечно. У меня есть опыт работы с трудными подопечными. Ловушка для Линдвурмов. Все довольно. Да все вроде нормально. Так, ну погнали. Погнали по побочным заданиям. Будем теперь рвать, кусать, грызть просто. Альфхейм святилище эльфов, Нифльхейм, глаза Одина и Муспельхейм. Так, ну погнали в Муспельхейм. Погнали, говорю. Перейти? Алло. Не понял. А? Не понял. А как перейти-то тогда? А где врата? Алло. С ума сошел, что ли? Вот. Ну хотя бы здесь есть, да? Погнали тогда. Так, серия побочных заданий. По сюжету не вы не проходите, сразу говорю. Наверное, что еще ты знаешь о маске? Только то, что она была страстью всей жизни Одина. Ради нее он отправился через пылающий океан Эгера к самому сердцу безмолвной матери. Вся его команда погибла, но он утверждал, что она стоила и не таких жертв. Так, хорошо, сейчас, кстати, какие... Давай посмотрим, какие у нас задания есть. Нет, подожди. Сейчас, какой город мы... Что, какой мир мы выбрали вообще? Я не помню. Нужно посмотреть, какое там вообще задание у нас находится. Так, открывай. Опа, приколюх. Сейчас покажем, да? Что за город? Что за мир? Что? Древо воронов. Цели. Цели, просьбы. Девять миров. Горнила. Оно? Не понял. Победить душу берсерков. Глаза Одина. Так, выполнены просьбы. А что здесь делать? Какое здесь задание? Обязательно тут торчать. У меня мурашки похожи от этих виноват, растерзанных. Вороны Одина? Которых мы все это время истребляли? Похоже на то. Сейчас будем бросать топоры в них, что ли? Свобода. Не больше отбори. Мы нашли в лесу хозяева салии. Бог думает, что это значит? Не знаю. Но тут определенно творится что-то странное. Так. А как бросить-то тогда топор? Я бросить его не могу. А-а-а-а. Вот как. А, все, я понял. Ясно. Зря пришли нахрен. Нужно истреблять воронов, чтобы можно было потом открыть этот сундук. Тут что-то непонятное. О, память о войне. Можешь здесь потренироваться, если хочешь. Ты будешь сражаться только с образами противников. Они тебя не ранят. Я понял. Ладно, не нужно мне. Кстати, хорошо знать. Прикольно. Это где? Нифельхейм. Вот как. Тренировочный лагерь. Охренеть. Охренеть. Ладно. Цели. Просьбы. Свартель натяжный дух. Дурлин нужен какой-то молот, потерявшийся возле залива. Прикольно. Девять миров. Найти второй половине мусслення, цветущими в самый раз для короля. Победить берсерков. Я понял, это не то, что нам нужно. Животный инстинкт уничтожит лагерь налетчиков. Светилище эльф. В лагере Фрейме мир говорил с эльфами Белго и Бля. Они рассказали ему про светилище восточной пустыне. Эльфы хендин охранятся запретами на знаниях. Наверняка где надо сцены ресурс, которые придутся нам в пути. Неплохо. Погнали. Это у нас Альфхейм. Тогда отправляемся в Альфхейм. Мидгард Нифрхейм Мусплхейм Альфхейм. Шпоньк. Прекрасно. Мы идем в Альфхейм? Да. У нас осталось неотходить. Есть тайная библиотека эльфов. Отлично. Так. У нас кстати очень нехилый такой запас здоровья я тебе скажу. И ярости почти. Еще осталось найти несколько ящиков как как называются ящики эти я забыл. Там где у нас рок для ярости и яблоко и индри или идрин или что-то там какое-то яблоко которое добавляет нам здоровье. Так. Ого. 700 метров. Охренеть. Куда идти? Сюда? Погнали. Итак. Надеюсь что нас будет ждать очень много врагов чтобы я не заскучал. Всегда ли правильно убить того кто хочет убить тебя? Да. Конечно. Так что не переживай. Можешь рубить головы можешь убивать человека просто убивай нахрен. Если он на тебя напал значит у него какие-то если ты конечно перед не напал или что-то ему такое плохое не сделал вот если он просто так без ничего на тебя нападает хочет тебя завалить завали его в ответ. Привет вам странники. Атрей слышал крик животного в пустыне. Такую бурю? Ничего себе. Ты же хорошо знаешь Альпхейм да? Что там может находиться? Нет прости. Эльфы я короче нам Аулье слишком жидкий Так я понял хорошо ничего интересного не расскажешь Умора ходячие Ой Угу Я никогда не видел таких волков Это не волки Мы сражались с ними в Ванахейме Это Гулоны Так Почему у меня цель сбилась Активные Перейти к карте Не понял Ладно погнали Гулон Погнали Обучил Обучил их тянуть сани Повезло А домашненные гулоны Ну и дела Так Чтобы затормозить сани нажмите L1 или кружочек Где может быть это твое животное Или будем наслаждаться прогулкой Я ничего не слышу Может найдем пещеру и там сориентируемся Так Хорошо Карта обновлена Открыта новая область Нужно найти пещеру Да я с радостью бы найти ее Только как Кстати стой Кстати стой Вот так Красота Я понял тебя А как Что Ага Вот так С другой стороны нужно кинуть топор Чтобы достать до этого вот дела Да Я правильно понял Нет Да Вот так Все Опа Здорово Мои Бобики Давай Бобики Шарик Все Да Можно залазить теперь Прекрасно Короче будем прокачаемся за пару серий Чтобы бить больнее и быть одет одетым по моде Чтобы потом давать по морде Всем кто с этим не согласен Не знаю что это но думаю зверь там Что бы там ни было оно выбрасывает немало песка Как до него добраться Тут полно пещер и туннелей Найдем туннель и посмотрим куда он выведет Ну это как-то нелогично стой Так здесь кто-то будет а вот уже есть Ого Вот это даешь молец круто Продолжай в том же духе бьешь больно это мне нравится Так все да А нет еще что ли А Отпусти меня бразь Вот так Красота Я не заметил а мне уже здоровье снесли просто метр блять Все закончилось надеюсь Сколько можно вас бить уже Никогда не закончитесь Смотри Ну вот видишь смотри И что Смотрю в плиту вижу клипер блять Непонятно что там написано Прочитай или что ну не знаю Разработчики поленились что ли добавить реплику какую-то Действительно Я ведь их не читаю даже Спрыгивай Блин ну спрыгнет почему тебе изысканная броня найденная что-то где-то там Нормально Опа Выключи его Чтобы не горело Ну что будет гореть зря Правильно А сюда залезть нельзя Интересно почему Есть странный иероглиф на который можно было забраться Вот если ты не заметил когда мы играем такие вот всякие выступы какие-то там преграды через которые нужно и можно пройти посвечиваться вот такими не подсвечиваться а обозначенной гравировкой И только что была тоже гравировка почему-то нельзя было ней воспользоваться Так погнали Забыл как вас зовут Собачьи Пернистые попугаи Пернистые собаки Пернистые все Так хорошо Прекрасно вот Чпонь Первый готов Ой Так Опять это жопа Спрыгни ты ё-моё Так ещё одна херня Как-то тебя достать Скотина Вот так Шпонь Ага Здесь придётся кинуть топорик Сейчас мы сразу и бросим его Просто великолепно Ага Ого Видишь как Мы быстро с тобой справляемся со всем этим делом Осталось только ещё один факел найти Он мне кажется где-то внутри Ну где-то он там и есть Нет Хер с два Хер два Просто хер Ага Ого А вот Хе-хе-хе Думал спрятаться А не получится Вот так Вот и всё Словачье Опа Яблоко Второе из четырёх О, ещё два осталось Ё-моё Чё ж так долго-то Придётся теперь потеть над этим всем делом Ладно Чё-то собаки не подбежали придётся самому топать Что это? Так Куда идти? Вот Ах ты спадл Так Всё Ага Какой-то сильный ублюдок Да? Я так подозреваю А ну забери Давай бери Подбирай Красота Блять Охренеть Почему ты меняешь траекторию Блять В воздухе Скотина ты Блять Да увернись ты Кратос Руби эту скотину Блять Руби его Нахуй Где бы ты ни был ты сейчас сдохнешь Иди сюда Оху В порыве ярости меня вырубить Да ты не охерел Охренеть Ладно ещё раз Ещё раз Почему бы нет Правильно Какие-то они непонятные Какие-то А я понял почему они траекторию меняют воздух Потому что у них есть Что Правильно Крылья У меня блять крыльев Нету Оху У меня нету крыльев Скажите мне пожалуйста Забери меня Жопа Жопа и вагина Блять Получай Так Стреляй Давай Вызывай Ибрица Ибрица Руби его Давай Ого Пошёл ты нахер Слышь Опа А если так А если А если ещё так Смотри че умею Вот Вот так И ещё тебя Нахуй вот так И так И ещё вот так сделаю и смотри че умею Руби его Ох ты ж Блять Пошёл ты нахер Слышь Самый умный что ли Я тебя убил уже А ты воскрес Ко Хо Сейчас не пасха вообще Так Рок Хорошо Не знаю зачем это было Зачем он Что нужно А Фрейру А Артефакт И что Если Соберу Я Шесть Штук То Что Будет Он Вроде Мне Ничего Не Говорил Что Нужно Было Изыскная Броня Найдена на равнинах Альфи Она Брала В себя Сияние Этого Мира Прикольно Так Это Что У Нас Ага Подожди Стой Это Зверь Или Что Это Такое А Что Что Это Такое Как В Тебя Зайти Что Это За Что Это За Создание Такое Странное Так Идите Сюда Собаки Эй Алло Стой Алло Блять Стоять Надурить Надурить Меня Решили Так Это Это Не то Что Мне нужно Хорошо Погнали Искать Что Погнали Пещеру Пещеру Хрен Знает Куда Вообще Бежать В этой Жизни Сейчас Сейчас Ветер Вроде Вроде Дует В эту сторону Значит Наверное И бежать В эту Сторон Тоже Нужно Что Это Какое То Поле Битвы Нихера Не Вижу Если Честно Вообще Ох Блять Испугал Меня Нахуй Че Я Здесь Забыл Че Здесь Нужно Вообще Нужно Найти Какого То Зверя Как Его Найти Хер Хер Поймешь Так Это Я Могу Это Запросто Так Этого Как То Нет Хер 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 Два Да Хер Хер Получится Нет Блять Нет Вкратце Присядь Пожалуйста Можно Или Снизу Как-то Бросать Нужно Нет Еще Хуже Не Понял Как-то Тогда Тебя Сбить Непонятно Странная Траектория Интересно Давай Осмотримся Что здесь Еще Есть А Нихера Здесь Нет И Как Мне Скажите Пожалуйста Сбить Вот Эту Вот Хер Клинками Клинками Давай Попробуем Клинками Не Не Достанет Слишком Далеко Или Мне Мне Нужно Как-то Ага Так Возвращай топор Нет Не Получилось О Красота Хорошо На возвращении Топора Если Не Заметил Разорвали Эту Штуку Сгусток Шлаг Моя Любимая Давно Скучал За ним Серебряный Класс Расхититель Гробниц Это Все Хорошо Конечно Но Куда Бежать Никаких Ни Подсказок Нихрена Нет Пещеру Какую-то Найти Как Блять Ее Искать Где А Ну Наконец Ладно Хорошо Погнали Внутрь Чтобы нас там внутри не ждало Мы со всем справимся Вот Нас уже ждет Ящерица Мне кажется там какая-то здоровенная ящерица С виду убежища темных эльфов После запрета появляться в храме их осталось мало Прекрасно Да С эльфами я Люблю бороться Вообще Не люблю Так Хорошо Какое здесь оружие Вот так Не ожидал Блять Получай Чпоньк Так Вот Вот как Блять Вот как так Красота Просто Бальзам Блять На душу А че ты чтешь то Друга твоего избивают Смотришь как его бьют Блять Друг называется Пошел ты нахер Убить тебя Убить тебя не будет жалко Другу не помог Ты сами Сами помирай Теперь Туа Клинки почему то горят А все Остыли Клинки горят Как моя жопа иногда Когда попадается Какая то Потная скотина Утав 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 А ну давай Уп Еще получай Вот так А ну еще Смотри Опа Хе-хе-хе Ставил вот так Вот приказ Нормально Нормально Держи их там Держи в курсе Ого Пошел ты нахер Слышь Ого Пошел ты нахер Слышь Ого 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 Ну и все Я теперь куда больше знаю о темных эльфах И жаль что приходится с ним и драться Они напали на нас Ву-ву Это их дом А учитывая что случилось Когда мы в тот раз были в Альфейне Можно ли их винить Ну Если честно я забыл что там уже было Так что Можно забить хер Так спускайся Сундук без внимания оставлять нельзя Красота Тра-та-та Так А ну прочитай сейчас Ух ты брат Вот это да Терпение Добродетель или угроза Зависит от читателя Хорошо Наконец-то Прочитал Сюда пройти Ага Не пройти По-че-му Су-ка Вижу один колокол Вот Где? Вот Два остальных Где-то снаружи Да Забирай Даже если тебе не нужно Все равно забирай Я только что не видел Атрая рядом Почему он так быстро появился Возле меня Вот Так Быстро наверх Опа Ча Малец красавчик Главное не продырявить его Своим клинком Иногда так Иногда так боюсь Что я ему прям в жопу зацедю Не успеет он Спрыгнуть Существо Что оно говорит Не всегда так бывает Порой звери просто Я чувствую то же Что и они Понимаешь Поэтому и существу Очень-очень больно Ясно Почему спрашиваешь Просто интересно Правда? Я умею испытывать интерес Ладно Ладно Так Вот так Хорошо Мы уже Не получится Мы уже на второй стороне Как Как Что А вот Не получится Почему Почему Что делать Так А ну брысь отсюда Брысь отсюда Говорю Вот О Теперь Можно Сюда Пройти Вот так Вот так Так Все Не задал Бывай Все нормально Хочет и все Ты сказал ему Становиться лучше Он становится лучше Блядь Это твое желание Что-то к нему Пристал Надоедливый Какой Сейчас получишь По ушам Так Очень много Колоколов Все в разных Местах Непонятно Что делать Так Что-то будет Бойня какая-то Сейчас Ого Ого Блядь Охуеть Не ожидал Не ожидал Блядь А А Ой Бери Быстрые Красота Так Еще один Да Так Артре А ну Займи С ним Пожалуйста Че ты убегаешь К нему Бей Делай все Чему я тебе Учил Ладно Ничего без Бати не можешь Хе-хе-хе-хе Ого Мы точно поступаем правильно Если хочешь бросить зверя Мы уйдем Нет Я не хочу его бросать Но если придется убивать темных хельфов Чтобы к нему попасть Сновал я паренька Который до сей поры Ради раненого зверя Перебил бы армию драуграм Но это не драугры нежит Это эльф Просто хочу убедиться Что мы не повторяем своих ошибок Не лезем куда не стоит Ну раз зверь кричит Ему больно Нужно, значит, его спасти Надеюсь, ты не ошибаешься А-а-а Как это дело Ага Ага Так, а это как дело Вот так Ага А ну дай сюда Не получится Неудобный угол Так, а ну давай А вот так А вот так получится Хе-хе-хе Великолепно Просто Изячно Соединение логики И ума Ума и логики И получается Вот такие вот Превосходные вещи Как арте Нахождение артефактов Разных Которые поможут Потом прохождение игры Ай, сейчас взорвется Ага Непонятно Как Что Ого Какая-то Замудрённая Херобора До него как-то Достать можно? Да Ого Вот это я здесь Застрял Вот это да Угу Как эту херню Взорвать? Здесь Можно как-то Обойти Здесь вообще Ничего не видно Ой-ой-ой-ой-ой Так Я бросаю сюда Угу Хорошо Уже полдела есть А-а-а Нет Вот как-то Нет Я понял Ага Так Стой Нет Тоже не подходит Думаю бомба поможет Так Хорошо Нашёл бомбу Так Ну вот теперь Получится В любом случае Разворачивай его Понятно Почему у меня Не получалось Всё Делов то Усложняю себе Задачу Всё время Ого Непонятно Когда это Улей Поломан Когда нет Вроде Боро Разломал Уже Осталось Только Одно Подножье Всё равно Не получается Ничего С ним Сделать Всё равно Они рождаются Дальше А не то Что я Не могу С ним Ничего Сделать Я просто Думаю Что уже С ним Ничего Не нужно Делать Как он Уже Разрушен В такой Степени Но Всё равно Видишь Нужно Прям Медуза Пошли Давай Гевьон Милосердная Это же Самая Большая Хавгуфа Из всех Что я Видел Ей Не просто Больно Она Пытается Петь Это Песнь Песков Обычно Под землёй Они так Не поют Из-за Этого Здесь Буря Да Судя По тому Сколько Материи Улья На неё Давит Она Здесь Уже Десятки Зим Не Бойся С ней Мы Тебя Вытащим Что За Игорь Зверя Похожего На Кальмара Свалит Откуда Ух ты Я Оценил Твою Попытку Быть Остроумным Братец Но Это Просто Ужасная Игра Слов Мне Даже Стыд Ну Что Ж Мне Всем Везёт Так Хорошо Её Нужно Освободить Или Что С ней Нужно Сделать Как Куда Пройти Что Делать Куда Малейц Убежал Малой Ты Где Расчистить Эти Камни Найти Угол Получше Расчистить Эти Камни Ага Вот Хорошо Давай Искать Так Вот Наверное Вот Раз Красота Она Потом Нас Не Сожрёт Надеюсь Туда Аж Спуститься Нельзя Уже Я так Понимаю Правильно Вот Так Опа Ага Открыть клетку Ули На поверхности Ага В какую сторону Петлять Вот эту Ого А Я открыл проход Даже этого Не заметил Ты видал Так Я так понимаю Что Ну Топор Так Что Я бы Не стал Всю вину Взваливать На Тёмных Эльфов Но Она Покрыта Материей Улья Материя Улья Не Собственность Тёмных Эльфов Как и Свет Не Собственность Светлых Это Лишь Ещё Один Природный Ресурс Альф Эйма Который Эльфы С давних Времен Научились Использовать Светлые Эльфы Пренебрегают Ульям А вот Тёмные Эльфы На равнине Применяют Его себе Во благо Если мы Расчистим Этот улей Тёмные Эльфы Пострадают Ты хочешь Бросить Зверя Здесь Нет Тогда За дело Интересно А чем Она питается Это Медуза Хавхуга Или как Её там Называет Обычная Медуза И всё Делов Ой Бля Опять Что ли Ну Здесь Хоть Несраные Зеркала Не нужно Никому Чё там Внизу Увидел Ну ладно Так Теперь Её Можно Освободить Снаружи Где Каким Образом Что Куда Ити Скажите Мне Пожалуйста Броня Подожди Цели Отравится Вановхейм Закончив Дела Ну Это Да Альфхейм Святилище Эльфов Тайны Песков Только Отслеживаю Не понял Странно Почему Не отслеживала Херня Какая Ломи Правильно Сгусток шлака Это то Что мне нужно О Вот Вот А вот Что это было Я думал Какие-то текстуры Непонятные Оказывается То что Нужно Нам было Последние Звенья Непонятные Кишки Которые Удерживают Нашу Прекрасную Медузу И теперь Мы можем Ее Господь Ого Сумас Теперь Темные Эльфы Будут К нам Более Благосклонны Отец Спасибо Что Привел Но Ты не Обязан Ити на Такое Чтобы Отвлечь Меня От Рагнарёка Понимаешь Я Тебя Не Отвлекал Да Тогда Зачем Мы пришли Сюда Ты Так И Не Понял Он Просто Хотел Побыть С тобой Парень Пока Еще Может Правда Мы Не Знаем Что Нас Ждет Но Если Рагнарёк Близко Хочу Насладиться Оставшимся Времени Прекрасно Не Знаю Что Скажи Спасибо Прекрасно Хав Ху Га Я Тоже Хав Хуг Мы Выяснили Что Причиной Песочной Бури На равнинах Является Существо Которое Мимир Назвал Хав Хуг В детстве Я видел Похожих Зверей Но Они Были Намного Меньше Жили В море И не Умели Летать Теперь Когда Буря Утихли Мы Можем Свободно Гулять По пустыне Собирать Ресурсы На западе Мы Видели Еще Одну Песчаную Бурю Скорее Всего Тоже Вызваны Хав Хуг Если Представится Случай Нам Надо Будет Уменьшить Ее Страдание Я понял Ну ладно На этом Закончим А вот такая Серия Побочного Задания К сожалению Одного Мы успели Сделать Только Одно Второй Серии Тоже Наверное Будут Побочные Задания Несколько Надеюсь И потом Уже Через серию По сюжету пойдем А понятно Пока что закончим Поэтому Подписывайся На канал Ставь лайки Коментируй Делись Своими друзьями Смотри Какая прикольная Медуза Ради нее Подпишись На канал Вот так Ну вот так Подписывайся Ради Медузы На Канал Смотри Видео Ради Медузы На Канале Нажми на колокольчик Ради Медузы На канале Чтобы не пропускать Новые видео На канале Это все Всем спасибо Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин